Приветствую всех любителей шахмат и апологетов системы Колли. Сегодня мы рассмотрим партию 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, которую он сыграл против китаянки Хоу и Фань. Итак, Владимир Борисович открывает партию ходом ферзевой пешки. Черный развивает коня, белый поступает аналогичным образом. На продолжении Е6 белый также открывает диагональ для развития своего белопольного слона. Черный фенкетирует слона на большую диагональ, белый готовит рокировку, следует ход слон Е7, Крамник спрятал короля в безопасное место, Хоу и Фань проводят контур-удар по центру С5. Белый захватывает пешками центр, и здесь самым надежным продолжением за черных является ход слон Е7, подготавливая рокировку в короткую сторону. Но вместо этого Хоу и Фань переходят на рельсы модерн Бинони, с идеей также развить слона на большую диагональ и таким образом оказывать фигурное давление на центр противника. Владимир Крамник играет жестко в кость с целью пойти Е4 и замуровать слона черных. При этом белый готовы пожертвовать пешку после предварительного размена на поле Д5. У черных есть взятие как слоном, так и конем. Ну и давайте рассмотрим возможные варианты. В случае взятия пешки на поле Д5 слоном, белый могут сыграть Е4, нападая на слона. Брать еще раз пожертвованную пешку нельзя. После предварительного размена белый проводит двойной удар и получает материальное преимущество. Ну а на отступление слона можно увеличить пространственные завоевания, а затем начать атаку слабых черных полей в позиции соперника. И у белых здесь более чем достаточная компенсация за пожертвованную пешку. Скорее всего, Хоу и Фань необходимо было пробить на поле Д5 конем, хотя и здесь белый могут получить материальное преимущество, связывая коня. После комбинационного удара конь Е3 с нападением на ферзя, а также на слона, белый жертвует ферзя, но при этом выигрывает слишком много фигур. На ход конь Д1 они забирают ладью, коня спасти невозможно. В случае хода конь С6 белый просто отступает слоном на поле Б7. Но с другой стороны получается нестандартное материальное соотношение, и черные здесь могли попытать удачу. В нашей же партии китаянка отказывается от идеи выигрыша пешки на поле Д5 в пользу развивающего хода слон Ж7, подготавливая рокировку в короткую сторону. Но теперь Крамник выключает из игры белопольного слона, заставляя его с глупой физиономией глядеть на пешку Д5. Черный берут под контроль центральное поле Е5, белый продолжает развитие. На рокировку в короткую сторону Крамник ограничивает подвижность коня, чтобы он не прыгал через поле Ж4 на центральную клетку Е5. Хоуи Фань пытается избавиться от плохого слона, но на это уходит слишком много времени. Белый продолжает развитие ходом слон Ф4, черный меняется на поле Д3 и хотят организовать контр-игру на ферзьевом фланге, используя мощь дальнобойного слона. Правда их контр-игра явно запаздывает, у белых серьезный перевес в развитии, черные не могут вывести своего коня из-за слабости пешки Д6. Белый заканчивает последние приготовления перед решающим прорывом, все лошади черных разбрелись по конюшням, бросая центр на произвол судьбы. Горде Мариной вперед! Крамник прорывается в центре доски. Оригинальным способом китаянка пытается ввести в игру свою ладью. Максимальная централизация со стороны Владимира Борисовича, контр-атакующий ход Б5, и белый усиливает нажим на пешку Д6. Ах, разбойники навалились гурьбой на маленькую пешечку, залепетала черная королева и отдала приказ поменяться на поле Е5. Белая кавалерия угрожающе нависла над позицией черных, поэтому они в испуге меняют одного из коней, лишаясь главного защитника слабых черных полей. Хоуи Фань нападает на слона, слон отступает на поле Ф4. Резиденция черного короля превратилась в решетой, и вскоре ему придется сливать воду с макарон, который приготовил на завтрак Владимир Крамник. После хода конь G7, белый проводят двойной удар, нападая на ладью, а также слабую пешку C5. На отступление Крамник выигрывает пешку на поле C5, и партия переходит в стадию реализации позиционного и материального преимущества. После хода конь F5, белый сыграли конь Е4, поддерживая движение проходной пешки. Черный намерен активизировать ладью, но проходная пешка неумолимо продвигается вперед. Если сыграть здесь ладья D7, тогда белый просто переводит ферзя на C3, с угрозой внедрения на поле F6. Поэтому Хоу и Фань надеются напасть на ферзя с поля D4, а также атакуя пешку на поле D6. Но пешка продвигается вперед. И теперь на ладья D4 белый просто отступит ферзем на поле C3, атакуя слабый пункт F6. И брать пешку на D7 будет нельзя, из-за коневой вилки конь F6. Поэтому черный защищается ходом король G7. Белый закаспаривает коня. Пешку брать нельзя из-за шага с поля Е8. И выигрышем ферзя. Ввиду этого черный меняет коней, затем нападает на пешку. Белый защищает пешку ладью. И сейчас угрожает удар на поле C7. И пешка проходит ферзи. Поэтому Хоу и Фань убирают ладью в сторону. Ну и крамник выписывает шаг королю, затем нападает на ферзя. Черный вынужден защищаться. Белый забирает еще одну пешку на поле F7. Уже две лишние пешки у Владимира Крамника. Угрожает ладейный лифт. Ладья D4, G3, ладья А4. И черному королю не сдобровать. Ввиду этого варианта, на 33-м ходу, китайская шахматистка Хоу и Фань сложила оружие. Напишите в комментариях, какая вам партия 14-го чемпиона мира Владимира Крамника больше всего нравится. Ну и также не забудьте поддержать видео лайком, репостом и до новых встреч.